Я сейчас хочу просто маленькую историю вставить здесь. Когда я приехал воевать на войну, то первую задачу, которую я получил в армии, в Лисичанске, это мне дали автоматы погибших и пистолеты погибших бойцов, которые вместе с нами приехали, их сразу забрали на позиции. И там было много двухсотых, трехсотых. И нам принесли эти автоматы, я должен был их почистить. Из этих автоматов, там их было 30 штук, ну когда ты чистишь автомат, ты понимаешь, стрелял он или не стрелал. Стрелял и офицерские пистолеты стреляли, и три автомата из 30. Но это понятно, что их штурманули, и они даже не отстреливались. И это очень важно, что в бою, особенно в Стрелецком, то, как ты ведешь бой, показывает, какая воля у тебя есть. Если ты начинаешь отстреливаться, делать какие-то активные действия боевые, то противник понимает, что ему сложно, это тоже подавляешь его волю. Поэтому у меня были в других боях случаи, когда я за шкирку тянул бойцов, которые просто стояли или лежали в окопе, и не хотели идти отстреливаться. Ну, это такая проблема серьезная. И для того, чтобы этой проблемы не было, нужно как базовую военную подготовку проводить в стрессовых ситуациях, создавать стрессовые ситуации искусственно, и показывать, что... И мотивация моральная должна быть. И вот этой моральной мотивации у нас такой подготовки, в принципе, нет для бойцов. И это очень негативно сказывается. То есть это типа как во время Второй мировой войны были политруки у этих в Совке? Да, у нас есть МБЗшники, но они писарь, если быть полностью откровенным, то они занимаются документами, их заваливают просто вот этой паперовой армией. И они своим прямым предназначением, то, что числится в статуте, они не занимаются. Никто их не учат. Там рапорта на СЗЧшников пишут, рапорта на отпуска, ну вот такое вот все, да. Ну, то есть писарь, никакой ноль. Из всей, значит, морально-психологической подготовки, которая у нас была перед выходом, это, значит, все ходили и рассказывали, как классно будет заехать, значит, на территорию... Материться можно? На территорию пидоров и дать им кезды. Все, вот этот комбат, значит, вышел, вот сказал эту фразу, и я смотрю, значит, в глаза всех этих людей, и я, значит, огня в глазах, вот желание такого рвения, значит, заехать на территорию и дать им всем там, значит, бамбулей, вот я не увидел, все люди стоят и такие, господи, что мы тут делаем, что мы тут делаем? То есть никто не понимал, зачем, вот зачем, никто не понимал, вот тут то, что он сказал, ну, да, наверное, если бы это были парни по 20-25 лет, десантура такая хорошо подготовленная, такая немножко дурная, которым бы, вот, как раз заехать и дать кому-то люлей, вот, может быть, они бы поехали и так с удовольствием это сделали, а тут люди, ну, плюс, это же еще проблема, кого сейчас берут в десантуру, то есть с каждым новым приходом возраст становится, средний все старше, старше и старше, там, 40-50 лет, ну, какая-то десантура, ну, куда им в этот рейд идти, там, тогда, когда 95-ка делала тот рейд, я так понимаю, там была такая вот, как раз уже хорошая десантура, ну, это же контрактники, насколько я тоже, это же, с самого начала, больные, да, 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 те, кто сейчас пришли, да, какие рейды там, ну, в обороне они могут постоять, да, ну, еще там с горем пополам, но делать такой рейд это... Ну, из того, что я видел в армии, как бы, из того, что я общался, так, и у меня был немножко опыт подготовки, как бы, воен, ну, солдат, если ты обращайся, вот как Юра сказал про того комбата, как бы, обращайся с людьми, как с идиотами, это, само собой, как бы, не мотивирует, если ты реально описываешь ситуацию и ставишь задачи, показываешь, почему те задачи, которые поставлены, они важны, они нужны, нужно это трудное, опасное действие осуществить, и люди это понимают, ты доносишь реально с этим людям, то мотивация, она, как бы, повышается, поэтому, ну, мое мнение, что с людьми нужно общаться, как с разумными существами, не как с идиотами, которых тебе ТЦК притянуло за шкирку. Да, вот, сейчас, ну, вот, задачу мы уже, что мы там делаем, мы уже узнали где-то неделю на вторую пребывание в этом лесу, значит, а, мы праздновали, мы праздновали флаг, где день государственного флага, значит, вот мы собрались, тогда нам ротный, один из ротных сказал, что вот, мы здесь стоим для того, чтобы оттянуть войска, значит, где-то там с восточного фронта, вот сюда оттянуть, мы такие, ага, все, вот теперь мы знаем, зачем мы тут находимся, ну, по крайней мере, это одна из задач, которая вообще, это одна из задач операции, вот, но, в принципе, в целом, особо никто не понимал, зачем эта операция, как бы, нужно, зачем туда ехать, вообще, ну, поехали, потому что, все-таки была, была задача, был приказ, ну, все, кто, 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 кто не захотел поехать, ушел в СЗЧ, там, кстати, тоже две, две машины, то есть, это две, две группы, или это один взвод, они сначала заехали, пересекли границу, что-то у них там не получилось, они развернулись, вернулись на территорию Украины, а там отказались от выполнения задачи, все, и, а потом ушли в СЗЧ.